Если вы решили отправиться в путешествие на самолете, то я рекомендую это делать с Aviasales. Это сервис по подбору дешевых авиабилетов, а сейчас это очень важно. А для того, чтобы ваше путешествие было еще лучше, я вон там вот в описании оставлю ссылочку на ребят. Скорее заходите, смотрите, мониторьте, очень, кстати, удобный фильтр, и приобретайте самые выгодные и лучшие билеты в свое путешествие. Всем привет! Вы, конечно, на канале Севена Чемоданных. С вами и я, Славян. Мы в полном составе и даже не одни. И вчера ночью мы приехали к морю, и, если честно, попутали, потому что было очень темно. Мы вообще не понимали, где мы встаем. Какие-то собаки, да все, ушли от меня. И они все борются за нас. А сейчас утром мы проснулись и понимаем, как же здесь красиво. Посмотрите, какой прекраснейший лес. Вот у нас уже море. Погодка, правда, продолжает не радовать. Здесь вот за кустом стояла машина, московский регион. Вот сейчас я вижу, там еще машина. И все очень красиво и очень прекрасно. Но когда ты приезжаешь, ничего вообще не видно. Ты дальним светом светишь, дальше 5 метров, вот пустота, вот просто какая-то темень. У тебя куча-куча вопросов, и это прям стрёмненько. Никогда так не делайте. Если вы едете вот так вот путешествуете на машине с палаткой, то обязательно вставайте на ночевку только когда светло. В общем, давайте погружаться в новый день. Дойдем до Батуми. Ставьте лайки, пишите комментарии. И погнали. В такую погоду очень сильно не хватает маркизы, которая бы вот так вот выстреливала и создавалась бы крыша, которая нас спасала от дождя. Но, к сожалению, пока нету. Но зато у нас есть такая лопата. Под этой лопатой наша летняя кухня. И мы хоть чуточку можем спрятаться от дождя, чтобы приготовить завтрак. А учитывая, что у нас мультивэн, здесь есть столик, здесь вот так вот раскладываются сидушечки. Сейчас покажу. И можно спокойно покушать в салоне, даже когда идет дождь. Готовится вторая партия нам. А детки уже кушают. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пока мы еще доедают, я решил сходить к морю, посмотреть здесь пляж. Слушайте, красота невероятная. Я не знаю, как вам передать эту красоту, но вот я на самом деле такого не встречал нигде. Ты идешь, у тебя такой зеленый газончик, а дальше начинается черный песок. Я нигде не встречал на нашем берегу такой потрясающей природы, вот такого контраста. Черный песок и газон. Еще вот так вот сосновый лес. Потрясающе вообще, невероятно. Черное море, привет! Привет, Черное море. Только с другой стороны. У Настеньки есть мечта объехать Черное море со всех сторон. И вот мы плавненько начинаем закрывать это дело. Посмотрите, какой вид там. Черный песок и зеленая трава смотрятся невероятно. А еще здесь гоняют машины по песку. Кто-то даже неплохо зарывается. Ой, какое оно теплое! Какое теплое море! Я в шоке! Наверное, градусов 26 море сейчас. Ничего себе! У меня в баке вода холодная, а здесь такое теплое. Чуть-чуть не успели дособираться. И снова полил дождь. Вот прям полил. Все, мы выезжаем. Здесь такая вот дорожка. Хотел на дроне полетать, на дождь вообще не дает этого сделать. Вот 10 ребятов прям в палатках стоят. В машину вот сели. Видимо, прячутся от дождя. А мы будем двигаться уже в сторону Батуми. Здесь, кстати, прикольно. Вот эти вот собачки бегают. Они все местные. И, получается, охраняют всех тех, кто сюда приезжает ночевать. Обязательно мусор увозим с собой до ближайшего контейнера. Молодец. Все, едем дальше. Да, погода что-то вообще качает жестко. Ливень такой ведет. А вот здесь вот едем уже, ну, чуть ближе, так сказать, к Батуми. Здесь даже и дождем не пахнет. Все сухенько, все хорошо, красиво. Вон там видно морюшко. Сейчас покажу вам прям с моста. И над морем такой сильный-сильный туман. Когда, знаете, море начинает прогреваться, ну, по крайней мере, на нашем берегу, да, и на улице холодно, море прогревается, и всегда такая дымка сильнейшая. И сейчас именно так же здесь. Едем в Батуми в туннеле 1750 метров. Проехали туннельчики, выскакиваем в такой потрясающий вид, вид на море. Здесь погода поспокойней. Смотрите, какие красоты открываются. А вон уже вдалеке, в тумане виднеется Батуми. Такие красивые здания прямо на берегу моря. Это набережная. Это мы вот подъезжаем к Батуми. Вот они, видите, красивые эти здания прямо там стоят. Заезжаешь в Батуми, получается сразу порт такой теряется, мне кажется, вид. Но ничего, мы сейчас приедем в центр. Я вижу уже там канатные дороги. Вдалеке нужно еще денег поменять обязательно. Видите, какие красивые здания. И тут же сразу вот канатная дорога. Дальше есть такая набережная, дорожка для самокатов. И асфальт переходит в такую брусчаточку. Слева отели у нас, ресторанчики, высеченные пальмы. Ну и вот тот самый центр Батуми, где вот так вот красиво. Так, с денежкой немножко вопрос решили. Поменял 2000 рублей, получилось 89 лари. Вот здесь достаточно выгодный курс. Это Батуми Рико. В навигаторе вбиваете, и он вас сюда приведет, кому если нужно будет. Немного по ценам огурцы. Помидоры. Так, что здесь есть? Есть яблоки и сливы. Персики по 2,50. Ценники макароны, вот, например, барилла 4,20. Всякие банки консервные. Горошек 3,70. Цены на чай. Клеб 1,20, 1,90. Вот, например, салфетки взяли детские. 3,20 лари. Купили 2 пакета овощей и фруктов. Все это вышло на 10 лари. Но вот это ценники вообще хорошие. Мы закупились продуктами. Сейчас едем на место стоянки, где будем стоять. Здесь, в принципе, достаточно классная комьюнити ванлайферов. Списываемся в чатах. Вот. Поменяли деньги. Сейчас покажу, сколько вышло все по цене за продукты, которые мы купили. Я думаю, вам тоже это понравится, как и нам. Приехали на парковку. У нас вот этот море. Здесь стоят еще ребята. Три машины. Вот они все. Еще ребята на границе стоят. Кто-то уже перешел, едет сюда. Но прогноз не радует. Даже не знаю, что делать будем. Но, коль у нас дождь, не могу полностью разложиться. Разложил вот так вот продукты, значит, на панели. Смотрите, огурцы здесь такие длинные 4 штуки, помидоры 6 штук, здесь сливы, килограмма, наверное, даже 2. Морковка, лук, персики, картошка. Здесь 700 грамм говяжьего фарша, вот 1184. Два хлеба, две вот таких вот пачки салфеток, рис, молоко, печенюшки к чаю. Так, и еще, а, все. И вот это вот все вышло на 970 рублей. А, деткам еще два турецких киндера мы взяли, которые покупали всегда в Турции. Нормальные цены? Дождь льет вообще беспросветно, мы даже не понимаем, как приготовить обед, коль мы все купили, да, сейчас просто продукты пропадут, фаржи. Но мы подумали, а почему бы нам не снять квартиру в Батуми? Посмотрели, здесь единственный есть минус, что российские карты не принимаются к оплате. Вот, сейчас связали с хозяйкой договориться о том, что наличкой ей отдать, либо перевод на карту. Мы посмотрим. Уехали мы оттуда, чтобы найти какой-нибудь навес, чтобы нам приготовить обед, потому что все купили, пока, значит, сообразили только помыть сливы, перекусить. Вот, сейчас покажу вам, смотрите. Зарядил надолго, здесь вот такой есть стол, и здесь есть даже сухое пространство, поэтому я думаю, что мы сейчас достанем плиточку, а возможно даже и тут, и приготовим обед. Да уж, серьезно. Вот так стою хотя бы немножко переждать. Так-то уже и плиточка стоит, жду воду. Вот в таком вот формате готовим суп, хорошо есть на вес, это прям идеально. Вот пользуйтесь нашими лайфхаками, я просто проезжал мимо, видел беседку, думаю, точно. Пока дождь, надо пойти беседку найти, заодно мы покушаем, пока ждем квартиру. Ну, собственно, буквально минут 20 и суп готов. Вот так вот будем кушать. Мы поели, теперь я решаю, как при помощи вот этой, как она, корона, как она правильно называется, это приложение, перевести, через переводы корона, перевести со своей карты, получается, и получить наличными долларами. здесь, в принципе, еще способ получения наличными, направление Грузия, сумма вот 100 долларов, вот так вот все вожу, получатель, тоже я, отправитель, окей, все вводите и нажимаешь, короче, оплатить. 6000 будет к оплате, еще 99 рублей комиссия. Дальше выходит такое меню, номер карты, то есть я сюда вожу номер своей карты, ввел номер карты, и дальше нужно вести пуш-уведомления. 30, 31, готово. Сейчас посмотрим, 6 тысяч со 2 рубля. Впервые это делаю, решил записать, потому что я смотрел, 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 и толком никто ничего не говорит, как это конкретно сделать. Вот, перевод отправлен, 100 долларов, перевод отправлен, что дальше надо сделать? Выберите язык сообщения для получателя. Ай, так, и что? Отлично. Что делается дальше? Дальше у вас вот такое вот меню есть, видите, плюс 100 долларов, и вот такого-то перевод номер. Можно получить перевод на карту, вот, а можно, можно поехать и получить так, наличными. Поехали получать. Какой дождь, да, был, смотрите, все, прям, белая пена. Батуми плывет. Батуми поплыл, мы просто вброд, вброд переходим, жесть. Ну, что, мы заселились, это ЖК Плаза, и давайте сразу сделаем вам рум-тур. Погода, конечно, не самая лучшая, льет, как из ведра. Так, смотрите, это первый вид нашего балкона, у нас, кстати, два балкона более, но в конце сейчас покажу вам самый главный вид. Квартира это, типа, однокомнатная, как говорится в Турции, один плюс один, то есть, гостиная и комната. Это небольшая такая прихожка, это Настенька, это я, туалет, ванная, ну, здесь все так, как обычно, ничего сверхъестественного, это снова я. В квартире перед нашим приездом здесь убрались, клинки, видно, что чисто, полы чистые, это как бы огромный плюс, самое главное, чтобы была чистота. Дальше заходим в комнату, так, здесь одна большая кровать, здесь шкаф, шкаф, подушки, вот, белое постельное белье, полотенчики, все чистенько, самое главное, что все чисто. Это у нас второй балкон, классно, что, панорамное остекнение, это мальчишки, мировоззр. Так, и пойдемте теперь в кухню и гостиную, она тоже большая, здесь стоит диван, кресло, которое складывается, еще балкон, стулья, стулья, стол, как его называют, зомбоящик, дальше холодильник, небольшая кухня и стиральная машина. Вот, вот в такую квартирку мы заселились, ну, а теперь давайте я вам покажу вид, как я обещал. так, чикс, вот так вот выходишь на балкон, Батуми, привет, и посмотрите, какой у нас прекрасный вид на море. Да, сильнейший туман, поэтому море особо не видно, но видно набережную, вот она, и вот она все, все море. Ясную погоду здесь будет великолепно. Я думаю, вам точно сейчас будет интересно, а что по деньгам, славян, расскажи. рассказываю. Квартира нам обошла 65 долларов на две ночи. Мы ее бронировали через IRONBINB, и знаете, там цена 79 долларов, потому что IRONBINB закручивает туда еще уборку, сбор сервиса. Мы договорились напрямую. Эта женщина, у нее здесь несколько квартир получается, у нее есть ребята, которые управляются этим этим делом, пришел парнишка, нас заселил, как бы, и все классно. Вот такая цена. Переводите по курсу, достаточно бюджетно получается, учитывая, что у тебя вот море, вот центр, и как бы, ну, прикольно. Почему мы сняли квартиру, наверное, вы поняли. Во-первых, потому что льет, как из ведра, находиться на улице невозможно, гулять невозможно, купаться, если с невозможно, ничего невозможно, поэтому два дня дождя мы решили пересидеть в квартире, и у нас это получилось сделать еще и хорошо, что, кстати, сняли деньги, и это вообще супер. Да, кстати, я забыл сказать, что я снял деньги, у меня получилось, переводил я, значит, 100 долларов, 100 долларов снял, 65 забрал за квартиру, и остаток 35 сразу мне поменяли в ларе, то есть, теперь у нас даже есть немножко местных денег, и это хорошо. Еще мало, наверное, кто знает, но лифты в Грузии платные, поэтому здесь есть вот такая вот карточка. Когда ты начинаешь подниматься, прикладываешь карту, у тебя списывают там какие-то копейки, и лифт едет. Когда едешь вниз, карточка не нужна, это бесплатно. Также здесь никаких, нету, никаких коммуналок, платишь только по счетчику, все остальное, типа, бесплатно. Знаете, мы буквально совсем чуть-чуть здесь, в Батуми, вообще в целом, в Грузии, особенно в Батуми, это очень ярко выражено, где колоритность застройки вроде богатая, и тут же бедная. Но вот мы живем в таком комплексе, это как бы не новое, но нормальное. Здесь, смотрите, строятся новые, огромные высотки, опускаешь голову, посмотрите, какое разнообразие квартир, просто непонятно, чем обшитые дома. Смотрится, конечно, интересно и прикольно, но в целом, в целом, конечно, вопросы сразу в голове возникают, а почему так? у нас наконец-то распогодилось, можно понаслаждаться видами, или классика, уходишь на балкон, у нас море, море тоже успокоилось, правильно, Мирошек говорит, вон там вот горы у нас, вид, конечно, с этой квартиры потрясающий, это самый центр Батуми, здесь этот стройку, будь здоров, сыночек, да, видите, какая красота, сейчас позавтракаем, соберемся, и пойдем погуляем. Ну, собственно, и все, говорим спасибо этой квартире, здесь мы провели две ночи, как бы полноценных, ну, не полноценных, но почти полноценных три дня, работали и отдыхали, а теперь погнали гулять по Батуми. Вышли мы с нашего комплекса, орбита плаза называется, орбиплаза, все переодеваются, немножко прохладно с утра, вот мы пока в тенечке там стояли, так прохладно, ветерочек, а сейчас попадаем на набережную, и все, детки вон все разделись, уже сразу же сняли кофты, папа говорит, лето на дворе, это что? Так, начинается набережная, велодорожка, о, люди купаются, смотрите, море, кстати, очень теплое, красота, 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 не, тем, мы по набережной пойдем, тем, стой, тем, тем, поставили лежачки, люди загорают, ну да, что-то мы в кофтах, как-то не в тему, современные застройки, вот эти, смотрятся, конечно, интересно, они, знаете, как у всех свой стиль, отели такие, ну то есть здесь можно и квартиры себе купить, апартаменты, так называемые, ну и, собственно, вот такая береговая линия, конечно, так потрепанно все смотрится, может быть, это из-за того, что конец сезона, уже много чего убрали, краска послезала, но в целом, вот, как есть, как говорится, так и, вижу, показываю, мусорки тоже такие огромные, баки стоят на набережной, не маленькие, огромные, вот, пожалуйста, есть вот такой бар, с зеркалом, и там же, есть качелички, вот, на которых можно покататься, сделать фотографии, тут же экскурсии, вот, можно также отправиться, Боржоми, Шеквителли, национальный парк, Мритала, каньоны и пещеры, идешь, так по набережной гуляешь, такие новые, современные постройки, потом голову поворачиваешь, и вот там, вот смотрите, какой дом, такие, я вам показывал, с квартиры, в которой мы жили, то же самое, очень мощное, такое переплетение, новое, и очень, очень старое, еще на набережной, есть вот такой, красивый маяк, он же, ресторан, то есть, на первом этаже, и на втором, видите, столики стоят, а дальше маяк, мы весь город Батуми смотреть не будем, ходим посмотреть только набережную, потому что, ну это как бы главное, в любом случае, достопримечательность города, который стоит на реке, либо на большом водохранилище, либо, конечно же, на море, поэтому именно здесь, учитывая, что мы во времени тоже ограничены, поэтому будем смотреть эту набережную. Слева море, а справа идешь, ты под голову поворачиваешь, там пруд, причем, достаточно большой, а вот отсюда, надеюсь, будет видно, посмотрите туда вот, просвет, там видны снежные шапки, а вообще, хотел сказать про то, что архитектура новых домов в Батуми, мне очень сильно нравится, они зациклены, как я понял, на округленности, вот типа, видите, полностью округлый дом, вот, полностью округлый дом, и вот этот, вот такой только, да, форма, но тоже округлый, я помню, когда мы были в Могилеве, там был плоский дом, это было тоже что-то нереальное вообще, и такого никогда не видели, это было прям вау, ссылочку оставлю под выпуском, тоже обязательно посмотрите наше путешествие с Беларусью, прямо на набережной, напротив этого пруда, есть клевенький скейт-парк, не фанерный, а бетонный, причем куча всяких рейлов, рамп, клево, вот кто едет, берите с собой самокаты, скейты, и вперед, а вот я, кстати, свой скейт не взял, пацанам самокаты взял, а скейт забыл, вот, например, архитектура старинного, старинного дома, да, смотрится, конечно, колоритно, но почему не реставрирует, мне кажется, реставрации у старых домов нет из-за того, что у них нет никаких коммунальных платежей, то есть они платят только за свет, за воду, и за лифт вот этими карточками, ну, где-то бросают прям монетки, а больше ничего нету, видимо, поэтому реставрацию домов никто и не делает, пляжи пустые, здесь, кстати, песок, галька вперемешку, но мне нравится, что нету никаких заборов, бетонных блоков, а вон там, вот на горизонте, смотрите, какие огромные-огромные горы, снежные шапки, на набережной купили вот такие вот мороженки, мальчишкам шоколадные, но они, кстати, огромные, да, стоимость за 4 мороженых вышла 10 лари, ну, по сути, 230 рублей, очередное красивое здание, фонтанчик на набережной, кстати, начинается такой красивый сквер, где вот так вот вдоль пальмы идут, а дальше в углубление сосны, еще какое красивое здание с часами, это все, это все на набережной, здесь какая-то скульптура, не понимаю, почему это, красота, здесь, кстати, очень бросается в глаза, что везде стоят бары, такие типа клубного типа, и отсюда играет музыка, и вечером здесь явно атмосферно, прямо на пляже, есть такая скульптура, первая любовь, Ферслав, скульптор Иракли Сувадзе, Сувадзе, 2012 год. Мне, кстати, понравилась эта история, что посмотрите, вот где набережная, да, и как идет настил, причем настил, знаете, смотрите, идет очень-очень-очень-очень длинный, до самого моря, то есть он не где-то здесь начинается, а идет до самого-самого конца, и он такой, знаете, основательный, из досок, но вот эта красота шапок, это вообще не передать словами, кайф, какие же огромные горы, подошли мы к морю, море вообще теплющее, еще купайся и купайся, скульптура дельфинов, и действительно здесь дельфинов много, двигаемся дальше, и увидели такую огромную-огромную детскую площадку, я мальчишкам говорю, идите-побегайте, далее, смотрите, есть колоннады, вон там, в углублении этого проспекта, дошли, на самом деле, уже до центра, пляжи пустые, скульптуры дельфинчиков, колесо обозрения, вот это вот знаменитое здание, с шаром, с таким, наверху, это здание называется алфавитная башня, то есть здесь, вот видите, вот эти вот буквы, это весь алфавит грузинский, здесь такой широкий пляж уже, называется Paybox, кафешечка музыка играет, там такой клубец, тут смотрите, так, широко, маяк, колесо обозрения, пальмочки, очень круто, погода и атмосфера, море теплующее, людей мало, все как мы любим, в общем, Батуми под нас подстроился, зашли мы до главной достопримечательности, статуя Али и Нико, она называлась по-разному, сейчас называется Али и Нико, в общем, здесь, когда ее вот так вот обходишь, под определенным углом, они, они соединяются, вот смотрите, сейчас вместе с вами прям будем идти, вот так вот, аккуратно, спокойно, и вы сейчас увидите, как они соединятся, конечно, идея замечательная, где-то смотрится это очень масштабно, на самом деле, они не такие уж и большие, вот смотрите, как они сейчас соединятся будут, видите, класс, ну и конечно, здесь такая, видите, портовая атмосфера, лодочки, катера, здесь естественно предлагают всем прогулки, на катерах, и даже, есть, я видел только в интернете такую штуку, видите, можно погонять вот так вот на машине, по морю, смотрите, как круто, смотрите, машина, видишь, какая водяная, Артем, поднимаем машину, да, блин, круто, гидрики можно взять, лодки, катамараны всякие, короче, яхты там, кто на что, вкусно покушать, вообще здесь идешь, и везде эти запахи, рыбы, какой-то вкусноты, и прям, да, надо, походу, скоро где-то покушать, они, кстати, видите, двигаются, и вот проходят между друг другом, видите, как классно, я вот сразу и не понял, вот, а сейчас движение пошло, ну ладно, давайте Батуми посмотрим с воздуха, и в следующем году, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Сидим короче втыкаем в английское меню и нам женщина потом подходит в раши меню Да ладно вот красота Ну посмотрите какую красоту нам принесли Огромные Уверен что очень вкусные Хинкали Опа И это очень вкусно Как говорится любимая рубрика что вышла Все вместе 32 лари То есть обед 29.80 2.98 обслуживание 32.78 И одну минуточку ресторан возле набережной На самом деле если вы в Грузии То здесь нужно есть хинкали Потому что они здесь стоят 1 лари И мы здесь покупали 1.3 То есть это вообще Это очень дешево У нас счет вышел на 30 лари То есть мы очень круто пообедали на 700 рублей Это кстати туда еще В чаевые уже включены Шикарно, великолепно и очень вкусно Смотрите какой дом Вообще я хожу и просто удивляюсь Поскольку в Батуми Все разнообразно Либо вот пожалуйста Кстати смотрите вот нашел аппарат Как в принципе у нас стоит Вода 20 литров 4 лари стоит 5 литров 1 лари Надо запомнить это место Потому что я бы сюда заехал бы и набрал нам Питьевой воды Другая сторона Батуми Видите как живут И такие дворы тоже есть Все едем сейчас на стоянку Пока туда сюда ходили Устали вообще нереально Поэтому сегодня очень хочется Прям лечь сейчас пораньше Может быть прям днем сейчас ляжем Возможно сначала покупаемся Вот мы подъезжаем Там уже стоят Ребята Стоят ребята Которые из Анапы Синий гусик Вот так вот здесь Видите какое Вы не вините Мирончик снова не уснул В смысле уснул и сразу проснулся Мальчишки вон уже забежали Поэтому иду теперь я Мирончик Купается Да Мирончик Мирончик Ходит Берет печенье Маленько откусывает И собачки А собака Легла уже и ждет Собачка поняла Где кормилец А эта стоит такая обиженная Ты что одну ты кормишь сына Молодец Уже дело к закату Мы покупались как следует Все дело постелили Сейчас я вам покажу как все у нас выглядит Итак Смотрите на эту красоту Горы Вот тут вот уже начинается Турция Это наш бусик Кто впервые попал в наш канал Вот так мы здесь расстелали Поднимаемся И у нас огромная-огромная кровать получается Я сплю так Мне хватает полностью в рост И вот так вот спят дети И Насенька Наш холодильник Вода Наша кухня Это наш ящик Который я сделал Пока мы были на Волге Отдыхали Дикарями вот так вот Раздвигается Вот там куча посуды Вот наш стол Колясочка Насенька Детки играют И собственно наш биотуалет Тоже идеальная штуковина Вот так это все выглядит очень красиво Аккуратно А ну да еще вот у нас есть преобразователь И вот с таким вот видом Сегодня будем мы ложиться спать И завтра просыпаться Ну красота же Такой у нас клевый сегодня вечер Вообще вот мы прям покупались Припарковались в шикарном месте Прям так зарядились Хочется снова жить Набережная Детвора катаются Прям здесь на самокатах Никого нету вообще Шикарный Шикарнейший Шикарнейший закат Морюшко Просто великолепно Гляньте какая Крутота Пальмочки Шикарно Вот тут вот уже Вот тут вот Видите вот где огни Вот это вот это все Границы и все Там вот уже Турция Границы 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 Границы